Всем привет. Мы начинаем наше очередное занятие по чтению неогласованного текста на иврите, чтение и разбор. Мы это делаем на примере статьи Рава Хранапарата к недельным разделам и Рава 11 Штенцальт с его встроенного комментария к тексту Тора. Мы договорились сделать это один раз так, один раз так. В прошлый раз у нас был Рава Хранапарата, поэтому сегодня возвращаемся к комментарию Рава Хранапарата. Мы вот кончаем статью, которая была в недельном разделе Хаисара. Если вы помните, там все перипетии покупки Авраама, как Авраам покупал Авраам Авину покупал у Ефрона Хитийца Саде с Марата Махпила и все эти тонкости. Короче, сейчас тут будет некоторое резюме, каким образом на примере вот этой первой покупки первого недвижимости на блан, то, что называется, real estate по-английски, что из этого мы можем как бы выучить и сделать из этого вывода, каким образом приобретаются, либо завоевываются, либо и так, и так вместе земли в стране Израиля. Окей, хорошо. Ну, хорошо, Аня, ты у меня первая. Здесь написано на кабуло. Можешь читать? Да. Так, БА Хазака, ООМ, БХазака. Ну, как я понимаю, это речь идет то ли силой, то ли путем покупки и приобретения. Да, Хазака мы выясняли, насколько я понимаю, могу чуть-чуть ошибаться. По-моему, это вообще что-то типа то, что по-русски называется купча. Ну, в общем, а Хазака от слова сильный. То есть либо силой руки, либо силой покупки. Окей? Так, КА Магдалим, Мерхикей, Мерхикей Раот, Бэйниян Зе, Гэм, Адварим, Шэ, Німсэру, да, Німсэру, Німсэру. Да, да, все правильно. Німсэру, Бээ Масорэд. Кэ Масорэд, только слиха тут близко по написанию, но вот поскольку это такой кружочек, то это Кэ Масорэд, да? Кэ Масорэд, Мі Пі, Агаон Мі Вільно. Да. Вэ Говьё, Бэсэфер... Подожди, подожди, Гув, У, простой, это просто, просто Уфаль. Гув, а, Гуву, приводит, хорошо, Гву, Бэсэфер... Которые были приведены. Да, Бэсэфер, Колятор, Колятор, Тахат, Кот, Катэрэд, да, Катэрэд, под названием. Под названием Хазака Вакевуш Бэм Кец Амэгулэ, я думаю, но это очень известная книга, вы, наверное, слышали про книгу Вильнинского Гаона, который приводит пример, что он один из, как бы, первых правоозвестников реального сионизма. Значит, вот целью, что у нас получается, Камэ Гадуллим насколько великий и как дальновидный получается. Правильно, дальновидный, да, именно так. В этом вопросе слова, которые передаются, как по традиции, по передаче из... Ну да, то есть, как бы, по-видимому, напрямую, как бы это ни написано, но, тем не менее, передаются, наверное, так, да? Передаются от Вильнинского Гаона и приводятся в книге «Голос горлицы» под заголовком Хазака. А Хазака, ну, получается, усилия и завоевание в конце Бэкэц, Мэгулэ, Мэгулэ, это как открытие или Гедагулла. Да, ну, это все от слова Геулла, только тут написано немножко, так как мы не так приняты сейчас, или мы к этому не приняты, Мэгулэ, это в смысле освобожденный, конец освобождения, ну, вот что-то типа так, окей? Да, так, вот тут хитрое какое-то слово, Этхалта. Это стандарт, это как бы то слово, которое повторяется у Рава Куков все время, Этхальта де Геулла, то есть это на арамейском начало Геуллы, начало освобождения. А, Этхальта де Геулла, начало Геуллы, Баямэйну, в нашей жизни, Бехоль Апэуллот, Павлот Шала, во всех его, как это, делах или проявлениях, во всех ее проявлениях, цриха, алыйот, бешты, драхим, могут, ну, как бы, должны быть, проявиться двумя путями. Да, правильно. Да, да. Бедель Хэтры и Нихеми, у ВТР их Игушуа. Ну, да. Вот, то есть они-то как бы пришли-то и с разрешением, им же дали персидский царь, им дал разрешение строиться, а Игушуа, он никого не спрашивал, он пришел сам и, в общем-то, воевал землю. Ну, он никого не спрашивал, ему лучше еще, ему просто сказали. Ну, в общем, ему все вышли. Ну, да, да, еще проще. Еще проще. Микре. Микра. Микра. Малая, подожди-ка, Малэу. Так, Микра, это что у нас в Писании? Ну, как бы, Микра Малэ, это в смысле, что подробно это так. То есть, вот он сказал коротко, бедерах Игушуа, а Микра Малэ, это означает, вот подробно об этом написано в Писании так. Вот так. Ну, поселитесь просто, да. Да, поселитесь на ней. Поселитесь, правильно. Да, вэдаршу, бэгмра, сейчас скажу, бэ, гамра, подожди, гамра. Подожди, гамра, просто гамра. А, господи, два гмара, ну все просто. Бэки Душин, все понятно. Да, окей. И это, как бы, ну, приводится в гамаре, в характеристики Душин. Да, да, да. Тан, 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 Даби, Ишмаэль. Тан, Даби, Ишмаэль, да. Ну, это название какого-то там. Тан, Тан, Даби, Ишмаэль, видимо. Бэма, Ируштем, бэйшева. Вот это интересно, да. Вот это интересно. Ишева – это путем заселения. То есть Ируштема наследует ее путем. Каким образом будете наследовать? То есть завоевывать и покупать, понятно, как кусок земли. Либо купщая, я ее купил за деньги, как Авраам. Либо завоевал и выгнал тех, кто там жил. Ну, тогда это, как бы, силы и оружие. Ну, хорошо. А что такое яраншин? Это уже, как бы, следующий процесс. Каким образом ее передавать? Непонятно. Потом говорит, что передавать путем тем, что вы будете на ней жить. А не как вложение, например, купить. Я уж не помню. По-моему, это наоборот. Правда, арабы делали. Они заселялись на каком-то участке в Израиле. И говорили, что раз мы здесь жили, что-то построили, нас теперь отсюда выгнать нельзя. Потому что это как бы типа нас. Все равно. Окей. Я слышала. Так, ладно. Микан. Так. Лэкаркаот. Шэ. Микнот. Бхазака. Отсюда, как бы, земли. Для земель. Или для Кракоот. Для земли. Ну, в отношении земель, да. В отношении земли, которая куплена. Подожди. Хазака, получается. Ну, вот это купчей, которая покупается купчей. Комментом, да. Да. Так. У БСи. У БСи Фри. У БСи Фри. У БСи Фри. Это сборками. С морми драшей. Сборки каких-то комментариев. Что такое. БСи Фри. Шам. Даршу. Вэриштам. Да. Там толкуют. Ну, комментируются вот эти слова. И завоюют. Ее. Вы шефтэмбо. И оселитесь. И сядетесь. И поселитесь на ней. Бэсхуд. Так. Шэ. Таршу. И шо, я думаю. Ну, таршу. Да, наверное, таршу, брат. Таршу. Да, таршу. Шо. 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 Ты пошут. Бэсхуд шэ, таршу, ты шву. Ну, так. Как бы заслугами или... Я думаю, что заслугу того, что получите ее по Яруше. Поэтому будете в ней жить. То есть, грубо говоря, проживание в Хевроне. Поэтому комментарий основывается на том, что Авраам в свое время купил. И евреи получили ее Бэй-Яруша. И теперь у них есть сход. Там как бы проживать, то есть, таршу. По-моему, это вот здесь вот. А это такой толкован. Окей? Хорошо. Перейдем к следующему. Нормально. И у меня тут список мой такой. Арслан. Хорошо. Да, Арслан, мы слушаем. Да, да. Сейчас. Лихора. Лихора – это такое служебное слово, как будто. Сутрим Гамидрашим. Да. Гаришон Кова. Кове. Кове Чехишева. Да. Таней. Тнай. Тнай условия. Тнай. Ли Ришега. Ли Ришега. Правильно. Ве Хошни. Ве Ашени. Ве Ашени. Кова. Кове. Кове. Шехерош. Правильно. Шехероша. Правильно. Таней. Тнай повторяется. Да, Тнай. Тнай. Лишева. Ну да, то есть наоборот. Одни так, другие так. Ну хорошо, давайте переведем. Не могу. Поднимите немножко текст, не видно. Поднять? А мне надо сейчас... Сейчас, секундочку, секундочку. Так, где это? А, вот она. Сейчас. Так, иначе она поднимается. Так? Ну так видно? Так видно? Ну что-то молчание. Ну хорошо. Нет, то же самое. Ну может быть по экрану провести, и можно поднять самому? Не знаю. Нет. Ну вот так вот. Все. У меня это уже посередине экрана. А, может быть, надо полностью раскрыть. Ну хорошо. Так лучше или хуже? Так хорошо. Окей, салава. Ну да хорошо. Переводим, да? Вместе переведем. Велихура. И как будто. Что такое сутрим? Сутрим – это противоречие. Стира – это противоречие. Противоречие между чем? Сутрим – медрашим. То есть эти два медраша, они друг другу противоречат. Они говорят прямо противоположное. Итак, а решен? Что такое решен? Первый. Правильно. Ковэ – это определяет. Или постанавливает. Как угодно. Первый, значит, постанавливает что? Ши-шива. Ши-шива. Что проживание – это тнайла и руша. Что проживание является условием для передачи по наследству. Окей? Дальше. И второй определяет… Наоборот. Ши-руша от найла и шива. Что наследство является условием проживания. Так что определяет что? Проживание – наследственность, либо наследственность – проживание. Окей? Теперь дальше. Вот. А какой ответ? Беколь – это название книги, то, что Аня перевела. Голос горлицы. Правильно? Есть юна – это голубь. А есть тор. По-русски это горлица, по-моему. Горлица. Горлица. Слегка. Горлица. А на иврите – это два разных вида. Юна. Вот этот тор – это так, кто живет не в скалах, но, во всяком случае, в камнях. Ну, в скалах, предположим, да. А юна – это то, что мы видим в городе, скажем так. По-моему, это правильно я говорю. Окей. Ну, хорошо. Дальше. Как там это определяется? Правильно. Бадерах. Бадерах. Эзре. Да. Бадерах Эзре венахме. Правильно. Это имена людей. Киньян. Бадерах Киньян, да. Биньян. Правильно. Венит-а. Нития. Нития от посадки. Кидьяни. Кедяней. Как по правилам. Ди ним, да. Кедяней хазакат карка. Велеотим бахазака. Велеотим бахазака, да. Бемельхамот митсва кедерах ягошуа. Ну, хорошо. Это объясняет. Окей. Значит, вот, насколько я понимаю, здесь как бы объединение такое. Когда говорится ешива, то это имеется в виду, что это проживание, заселение и все, что связано с проживанием на земле. То есть укоренение. Окей. И тогда человек, укоренившись, передает своим детям, отец своим и так дальше. А иногда так не получается. И тогда это захватом. Когда человек захватывает, тогда у него получает что-то, что он может передавать. То есть он на ней не жил, но он может передать, потому что он ее захватил. И это два примера. Окей? Итак. Бадерах Эзра Венехеми. Ну, это то, что Аня читала. Да? Бадерах Гиньян. Первое. Это путем Эзра Венехеми. Путем приобретения покупки. Правильно. Путем приобретения. Ну, чуть-чуть запятую. Причем приобретения, строительства и нытья. Тея это посадки. Правильно? Лимто это насаживает. Да? В Экадерах Эскат Карка. И как это соответствует законам удержания земли? Я думаю, что тут имеется в виду, что человек, наверное, который доказывает, что у него есть право на землю, он говорит, вот у меня здесь сад, вот у меня здесь это. То есть он не просто так говорит, каким образом доказывает, что ты его предположен, даже если у него нет бумаги. Тем, что говорит, я здесь сажаю деревья, и у меня тут эти самые участки, в течение, там я не знаю дальше, сколько лет, десятков лет. Поэтому это считается его. Потому что он там обрабатывает. Окей? Наверное, такая идея. А иногда в Эл-Эй-Тим... Иногда силой в войнах... Вы знаете, да, что все войны, они как бы мудрецы подразделяют на два типа. Есть Милхаммед Митсва и есть Милхаммед Шут. Милхаммед Митсва... Что-что? Заповеданные войны и... Ну да, заповеданные, которые ты обязан выйти. То есть, например, завоевание Кнаана, да, это было прямое указание. Идите завоевывайте. А Милхаммед Шут, это означает, что тебе это не заповедано. Ну, ты можешь делать, можешь не делать. А завоевывать Кнаан ты был обязан. Окей? Как Йошуа по пути Йошуа. Правильно. Как это делал Йошуа? Ну, хорошо. И последняя фраза, которая заканчивает эту статью. Хазака ве... Хазака ве хазака. Это вот это хазака ве хазака. Гам яхат. Мехавот. Правильно, мехавот. Афу эмет. Эфу. Эфу, это, ну, следовательно, скажем. Эфу эмет. Эхат. Ахат. Эмет женского рода. Шлема. Да. Бегеулот. Бегеулат, это смехут, правильно? Бегеулат. Бегеулат эрец ахаим. Замечательно. Ве ашрей гахольхим. Бедархей авот. Замечательно, Дархей авот. Правильно, совершенно. Бегеулат эрец ахаим. Ве мек... 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 Кимим. Мек... Каймим. Каймим. Маасе авот. Маасе авот. Симан лабаним. Это из поучения отцов. Из Перке авот. Маасе авот. Симан лабаним. То есть деяние про отцов, это является... Знаком для детей. Для подражания, скажем так, символом для подражания. Смотрите, как делали ваши отцы и делайте так же вы. Окей? Такая идея. Хорошо, переведем это. Хазака вэ хаска гам яха. То есть и то, и другое. И захватывание силы и удерживание с помощью гешива, беньян, натия и так дальше. Вот они, эти два пути вместе. Что такое мэавод? Выражает, правильно, это слово ГОВЭ. ГОВЭ это настоящее. По-русски так. Выражает, где истина одна, да? Да, выражает, выражает одну правду, одну истину. То есть является составными частями одного целого, как бы, вот такого правдивого, истинного выражения. Правды, которая вэ геулат эра цахаим. В освобождении. Да, геулат эра цахаим, это такое мунах, это такое определение, дословно освобождение земли, да? Эра цахаим имеется в виду, ну, тут он вставляет слово Хаим, что она живая земля. Почему? Потому что на ней живут, ее обрабатывают, ее передают по наследству и так дальше. А это не обложение, человек купил за границей, там, не знаю, в Нью-Йорке где-нибудь дом, и дальше он там уж ни разу не был. Он кому-то может перепродавать 5-10. А эра цахаим, в смысле, что на ней происходит сама та самая жизнь, ради чего все это делалось. Окей. Счастливы те, кто ходят по путям отцов. Правильно. И существуют, да? Ну, Мекамимус, Мекаемецвод, это выполнять заполни, выполняющие, скажем так. И выполняющие деяния отцов, знак. Да, да, правильно. У нас в этой статье, вы видите, говорили, что Фимарата Махпила, как это сейчас, евреи проживают в Керетарбе, в Февронии, и так оно делалось в Гуши Ционе, и так и отцы-основатели Керена и Сот, именно так они и делали. Окей. А в Шестидемную войну завоевывали, как и ушло. Окей, хорошо. Сейчас я останавливаю здесь, и мы переходим к нашей новой статье. У нас очень интересная статья. Сейчас, 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 полсекунды. Сейчас я на нее выйду. Сейчас, еще полсекунды. Сейчас, 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 сейчас. Вот она вся. У нас следующий раздел после Хаэй Сара – это Толдот. Окей. Мы находимся в Толдот. Вот тут очень интересная статья, на мой взгляд, потому что она вся, и это очень, по-моему, правильно для наших занятий, она вся основана на таком лингвистическом анализе, скажем, практически одного слова. Да, и очень интересное слово. Оно и в современном виде тоже употребляется, но немножко, совсем по другой, как бы, коннотации. Ну, вот, очень интересно ее посмотреть. Ну, хорошо, читаем дальше. Тимофей, ты с нами? Тимофей. Да, да, я тут. Привет, дорогой. Можешь читать? Да, конечно. Светлок Русси или так нормально? Не-не, сейчас у себя тут. Так. Нормально видно или сделать крупнее? Не-не, нормально, нормально. А, ну, отлично. Ну, давай. Да, во-первых, как называется статья? Сейчас я подниму, у меня тут этот вот кили... Да. О, окей. Как называется статья? Амэпха. Амэапэха. Амэапэха. Ашката. Ашкета. Ашкета. Ашкета – это утихомиривание какое-то, да? Нет, просто тихо. Нет, просто тихо. Как перевести амэапэха, ашкета? Амэапэха. Заправняюсь. Амэапэха – революция. Как на юридике сказать... Тихая революция. Правильно. А как вот по-русски, по ревне, естественно, такого не было, но сейчас, наверное, намекаю, это как бы... Люди знают, что это такое. На юридике называется кафе Афух. Перевернутый кофе. Есть такое понятие? Наверное. Подожди-ка, это что, подожди, про что ты говоришь? Это в смысле кофе на столе? Это когда ты приходишь кофе пить, ты можешь заказывать кофе. Есть кофе, но это как кафе Афух. Ой, я забыла, что это такое. Ну, хорошо. Окей, я посмотрю. Где молока, по-моему, больше, чем кофе? Что ты, по-моему, забыла? Я тоже, я, честно говоря, не спецрессия, я пью только черный турецкий кофе. Но, беседа, просто я привожу пример, что... По-моему, только пучино, то ли что-то такое, где молока... Наверное, да-да-да-да, очень много. Молока больше, мы просто говорили. Окей, потому что у него крышка... Какая-то итальянская хрена там. Окей. Ну, у вас это слово мапыха, слово ла-афох. Если вы, знаете, откручиваете, например, гелапестер, там вот корневое слово, не корневое, а центральное, да? На афоху. То есть на афоху, наоборот, перевернутая. Да, ла-афоха, это переворачивает. Соответственно, от глагола существительного мэ-мэ-а-пэ-ха. Вот такое слово. Мэ-а-пэ-ха, это революция. Мапыха, что Китай, это тихая революция. Окей. Дальше у нас есть цитаты из Брешит. 25 стих. 21 стих. 25 глава, 21 стих, да. И у нас вот сейчас будет разбор вот этого кусочка. Хорошо, можешь читать? Да. Да. Ва-я-тар-исхак, дашем, лену-хах, и что? Правильно. И акра-и. Ай, ну я на эту суть не могу сказать. Ва-я-тер-лё-ашем, вэтагар, тревка, и что? О, замечательно. Вот это вот слово ва-я-тер, вот у нас вот с этим словом вся битва будет. По-русски, если вы посмотрите на тот разный перевод, практически без комментариев трудно перевести. Самое простое, ну как по-простому, это молился. Хотя молился не поможет, правильно? Да, обращался. Ну да. А вот почему слово я-тер? Ну, давайте сейчас, поскольку вся статья начинает мой разбор, мы сейчас не можем как бы в одно слово это сказать. Но идея в том, что, в общем, там есть несколько, либо это он напротив Ривке молился, да, вот, либо ва-я-тер это как бы страстно просил. Но для того, чтобы вы понимали, и мне кажется, это способствует пониманию, есть понятие в судебном праве, которое называется апелляция, правильно? Что такое апелляция? Апелляция, насколько я понимаю, поправьте меня и сякутить. Это в более вышестоящую инстанцию подводить. Правильно, но после чего? То есть, когда человеку присутствие... Обжалование приговора. Да, когда в отношение человека вынесено что-то, что его не удовлетворяет, либо кажется ему, его адвокатом, несправедливым и неправильным, он делает, он называется ныги-шатера, он подает апелляцию. Оспаривание типа, что ли? Ну да, но это было, потому что человеку не дай бог приговорили к чему-то. А он говорит, нет, это не так, и тогда суд постанавливает рассматривать апелляцию. Если рассматривает, то суть более высокие инстанции может отменить, или даже наоборот бывает, бывает в одну сторону, а в всяком случае пересматривает дело. Так вот тут, чтобы вы понимали, речь идет о том, что, по-видимому, идея такая, что Ицхак обращается к Всевышнему про пересмотр некоторого дела. О каком деле идет речь, народ? Ну, то, что бесплодна Левка. Ну, конечно, Левка два лет бесплодна. Двадцать, по-моему, лет она бесплодная. Да. То есть такое безобразие. Все же от Всевышнего, правильно, но она бесплодная. Значит, он обращается к Всевышнему и подает апелляцию. Ну, я так немного с юмором, но как бы идея более-менее такая. Окей? Ну, хорошо. Теперь мы немножко поняли, что это такое. Дальше. Леноках и что? Ну, и напротив жены его. Да, вот тут тоже есть два варианта. Это как раз, что я считал на этом. Присутствие. Правильно. Ноках – это присутствие, потому что мы знаем, что в принципе слово ноха и сфуд – это присутствие. Когда человек говорит, мы, по-моему, уже один раз я про это говорил, где-то у нас сейчас. Нохах – это он присутствовал. Когда человек приходит на работу, он проводит, на самом деле, в Израиле во многих местах проводит карточку. Да? И это называется ноха и хут. Он отмечает свое… Сколько он работал? Два часа. И, соответственно, получает картошки, трудоидные картошки. Окей? А либо-либо… Есть еще другое понимание. Леноках – это значит… Потому что, понимаете, если говорить «присутствие», это не очень вяжется с этим ВАИАТЭР. А для того, чтобы привязать ВАИАТЭР к Леноках, тогда, как бы, может быть, правильнее сказать «по поводу». Потому что апелляцию-то, по-моему, подают «по поводу». Потому что он переводит здесь… Ну, не переводит, а вставка… Ну, переводит, да. «По поводу». То есть, вот Ицхак, он, как бы, страстно просил, либо, в кавычках, подавал апелляцию, по поводу и что? По поводу своей жены. Почему? А в чем суть апелляции? Да? Может, дальше переводить? Да, потому что бесплодна она. Ну, да. Такара. Да. А дальше, получается, и апеллировал. А вот это вот, да-да-да, а вот это вторая сложность, вот этого небольшого, это вторая сложность этого небольшого отрывка, да, и она дает дополнительную сложность. Почему? Потому что, опять, если мы привели пример из юриспруденции, то здесь это не подходит. Например, человек апеллирует в Верховный суд, правильно? А тут получается, что Верховный суд апеллирует человеку. Такого не может быть. Почему, во всяком случае, одно слово? Верховный суд может отвечать человеку, отвечать на апелляцию, но почему здесь? И вот это вот требует объяснения. Вот это вот очень интересная конструкция, которую мы будем разбирать как раз в этой статье. Что Исхак Ваиатер Всевышний Мулашем, а дальше почему-то странно написано Ваиатер Луашем. Окей? То есть вот здесь, по-видимому, по-видимому, здесь понятие слова Ваиатер, что он ему ответил положительно. Почему? Потому что какой результат? Из-за беременной, легкой, женой. Правильно, и что? Окей. Мы видим, что слово Ваиатер, Ваиатер здесь, оно имеет совершенно, ну не знаю, если не противоположное, то есть совершенно разный смысл. Каким же образом это все соединить в одно? А вот как раз Рафханан Парад, он очень, ну как многие комментаторы, правильно, надо с разной как бы куски сложить некоторый понятийный пазл, который будет интересно, насыщенный и как бы еще, кроме того, идеологический. Вот он в этом статье как раз делает, что мы увидим в конце, что противоречия на самом деле нет. Ну хорошо, можешь читать дальше? Да. Да. В чем смысл слова еврейского? Ну подожди, не ехудит, а ехудит. А, ехудит. Уникального. Уникального. Ахид, это ибирсово, правильно? А ехудит, это слово ехудит, это уникальный, единственный. Уникальный смысл. Уникальный смысл встречается больше. Да. Да, окей. Вот этого слова, кого выятер, значит, храм Парад, говоришь, что здесь это слово выятер, значит, ехудит, означает, что оно либо редко, либо вообще не встречается в Писании. Окей, дальше. Ведайла шонт филаги. И это язык молитвы. Ну да, это выражение молитвы. Кетаргум онкилос. Да, онкилос перевел на арамейский. Усли. Выцли, но нам это мало чего говорит, но людей, которые как бы соображают, да, они понимают, что здесь написано по-арамейски, выцли, нам это мало чего дает. Но, видимо, с арамейского перевода, что это лошонт филаги. Потому что простой перевод и по-русски, если по-арамейски, будет сказано, молился. Потому что все, что я сейчас... Да, он в следующем предложении говорит. Да. О, да. А раз так, почему он сказано просто? Попроград. И молился. Да? Вейтпалэль. Это слово вполне мякубаль, принятое, встречается очень часто в Писании. Почему надо было давать именно специальное слово вейя-атер? Вот, что непонятно. В этом загадка. Дальше. Нирэ, эйфо, шэмила, вейя-тер, мецэйенет, битуй, мейюхат, шэльтфила. А. Замечательно. Очевидно. Да. Где-то... Даже нирэ, а, все-таки я чуть-чуть поправляю. Хотя ты чисто интонационно. Понимаешь, если бы было сказано, конечно, как ты говоришь, типа овкос, да, то было бы, конечно, написано барур. Барур, это очевидно. И там ясно, да. Но вот нирэ, а, это представляется. От слова как бы смотреть. Представляется. Предположение, да, представляется. Представляется, где... Ну, это даже, это не эйфо, можно сказать, что. Это служебное слово. Представляется, что... Что слово вей-тер. Да. Да. Апеллировал. Да. Мецэйенет. Мецэйенет подчеркивает, правильно, от слова цион. Вот гора циона, она тоже как бы выделяющаяся, правильно? И отсюда вообще слово цион, сейсионизм и так дальше. Но мецэйен это подчеркивает, правильно? Да, подчеркивает особый смысл выражения. Ну, да. Бету – это выражение. Левате – это выражание, выражаться. По-русски слово выражаться, оно имеет, насколько я помню, не очень хороший оттенок. Человек ругается, да. Оно выражает. И, по-видимому, он говорит, почему это не написано вей-паре, написано вей-тер. Потому что здесь какой-то особый вид молитвы. И поэтому надо было употребить специальное слово. Окей. Дальше. Мит-панель. Да. А-рэй-гу. А-рэй-гу – это вить-он. В одно слово. Вить-он. А-рэй-гу. Только что аллаф в конце выкидывается. О-тер. Вот от слова и от эр. То есть апеллирует. Просто дословно апеллирует. А-рэй-гу. 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 Магиш. А-тира. О-шон. Я-мейну. О-о-о. Все один к одному, да. Молится. Молится. Здесь амит-панель. Словом гей. Это так делается причастный оборот. То есть по-русски это молящийся. Да. Молящийся таким способом. Правильно. Он апеллирует. Правильно. А дальше что значит апеллирует? Ну это уже объясняет. А-мавакеш. Правильно. Который просит. Мавцир. 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 Я не знаю известного вам слова это или нет. Мавцир. Есть несколько слов. Есть разные оттенки эмоциональные. Просить. Простое слово это лавакеш. Это бакаша. А лавцир. По-русски по-моему нет одного такого слова. Или надо подумать сильно. Да. Мавцир это умолять. Умолять. Прям очень просить. Прям просить. Ну да. То есть очень как-то страстно просить. Но вот лавцир это умолять. Когда человек говорит анимавцир бэха. По-моему говорится не лэха бэха. Тебя. Анимавцир бэха. Значит я тебя не пишу сказать заклинаю. Но по-русски это что-то где-то близко к этому. Я тебя просто вот настойчиво прошу. Анимавцир бэха. Альтазэдзэ. Я тебе настойчиво говорю. Не делай этого. Ни в коем случае. Вот это называется мавцир, да? Магиша тира, подающая апелляцию. Ну да, подающая апелляцию. Вот это уже, да. Недельная глава сейчас была в Айгаш. Да, да, да. Это выражаясь нашим языком сегодняшним. Вот это да. То есть он говорит, что в современном языке атира, то, что мы говорили, это атира, это апелляция. Окей? Хорошо? Лезер. Да, а ты можешь с нами читать? Да, попробую. Да, нет проблем, мы поможем. Единственное, что можно чуть-чуть увеличить шрифт. Нет проблем, нет. Все в наших силах. Еще? О, вот так отлично. Класс. Окей. Мабейн фетса ахэв. Да. Лэшикот шоне. Соне. Это фраза, фраза, из Широ-Ширим. Сейчас мы ее будем, она будет при... Она будет... Не Широ-Ширим, а Мишлей. А Мишлей, да, 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 правильно, правильно, правильно. Там дальше будет еще Широ-Ширим, по-моему. Да, 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 правильно, Мишлей. Мабейн, мабейн, пицей охэв, лэшикот соне. Охэв и соне это существительные. И каждый из них ему приписывается что-то. Что такое пицей охэв? Что между раной любви и поцелуем врага. Правильно. То есть у нас как бы вот это вот... Ну, Мишлей практически не так все построены, правильно, зачастую. Есть такие вот парадоксальные противопоставления. То есть, с одной стороны, человек оэв, он любит тебя, кого-то, да. А с другой стороны, он тебе доставляет, ну, ранение, боль, скажем. Да, например, говорит тебе какие-то неприятные вещи, которые тебе не нравятся. Но, например, поскольку он тебя любит, то он тебе говорит открыто. Например, он говорит, Вася, ты не прав. А если он Васю как бы любит, он говорит ему правду. Вася это слушать неприятно. Тем не менее, он должен понимать, человек говорит ему правду. А что такое нашекот сонэ? А нашекот сонэ человек ненавидит кого-то. Но он как бы льстит ему, дает поцелуи. И все это лицемерно, потому что на самом деле он никакой правды нет. Так вот, этот вот заголовок, он такой. В чем, ма-бэйн, это в чем отличие, какая разница между пицей оэв и нашекот сонэ? Беседа? Дальше идем? В-1 ешь Адайн, Адайн, В-1 ешь Ледкадек, Ледкадек, Ул-Хабин, В-Л-А-Вин, В-Л-А-Дин, М-Ху-Офи, М-А-У-Оф-Я, Ам-М-Хэт, Ам-М-ят, Ам-Мя-Хэт, Шэл-Атира-Зафф. Да, отлично. Мы постараемся перевести. Да, вы Адайн, и ты все еще, да, Дайн это все еще. Есть ледагдэк. Что такое ледагдэк? Есть... Ну, есть смысл и следует. От какой вы знаете слово существительное, от ледагдэк, от глагола ледагдэк? Ну, какое-то то ли правило, то ли... Машина кричит дик-дук. Дик-дук – это грамматика. Что такое грамматика? Ну, это копание в языке, правильно? Поэтому здесь ледагдэк. Это надо подробно посмотреть, подробно изучить. Вот что-то типа этого, да? Окей. Вэлавин. Надо... Нет, там ледагдэк. Здесь кэ. Значит, и лавин. То есть человек покопается, а потом он поймет. Поэтому есть ледагдэк, вэлавин. Что лавин? Мау. Мау офья. Что? В чем заключается особая сущность? Офья? А слово маофьен, правильно? Маофьен – это фича, параметры. Какие особые отличия? Мюхат. Мюхат, мы говорили. Это особо уникальное. Чего? Апелляция. Ширатиразу. Но несмотря на то, что мы вот это вот объяснили чуть-чуть выше, да? Тем не менее, надо понять, в чем особый, как бы, смысл вот этого, вот этой атиры. Именно этой атиры. Дальше. Правильно. Пиреш. Пиреш – это обычный пиэль. Раши объяснил или прокомментировал дословно. Вау-мэр, они, кау-ла-шон, атер-ле-шон. Атар, да. Атар-ле-шон. Хапа-цара. Ав-цара, да. Вот у нас было мав-цин, правильно? Адет от глагола существует на ов-цара. Вар-и-бой-у. У, отлично. Вот если можно, давайте этот кусочек приведем. Вау-мэр, они это так хорошо существует, он начинает, он говорит. И я вам говорю, что он говорит. Что весь этот язык. Кау-ла-шон, атар – это как бы все выражения атар, они являются выражением чего? Ов-цара-вы-ребуй. То есть страстной мольбы и ребуй. Что значит ребуй – это множественности. Человек не просто попросил, а он страстно просит и повторяет. То есть он много раз просит и повторяет. Вот это дословно. Ребуй, вы знаете, да, это как было сказано Адаму и Хаву, прурву, плодить и размножайтесь. Ров – это большинство, да. Поэтому ребуй-ребуй – это увеличение. То есть это, с одной стороны, не просто молиться, а очень как бы страстно молиться. А с другой стороны, это не один раз, а многоразово. То есть он много раз просил Всевышнего. Это не был один акт. Он просто встал в ногах Ривки, да, и сказал, пожалуйста, я очень хочу, чтобы у меня было там продолжение потомства. А он в течение долгого времени страстно молил. Вот такой перевод. Окей. Я хотел еще сказать, Рив, не может быть этот спор? Тоже в другой смысл. Сейчас, сейчас, еще раз скажи, Пас Тимофейка, что ты сейчас сказал? Рив, то есть в смысле спора, рив, как, не может быть другой смысл тоже, как… Рива, рива, есть слово «спорить», есть… Да, смотри, я не думаю, потому что рив – это да, но вот это вот «уй» – это нет, ребуй, ребуй – это всегда множественность. Понимаешь? Ну, здесь, да, просто, извините, я думаю… Поэтому я не думаю, что это связано с… Я не думаю, что это связано со спором. Если хочешь сказать, что слово «рив», «спор» и «ребуй» – это от слова «ров», по прямому смысле я не вижу связи, но, наверное, можно как-то пришить одно к другому, правильно? Когда из-за чего происходит спор? Когда упираются и много раз повторяют одно и то же, можно так сказать. Окей. Ну, хорошо, читаем дальше. Смотрите, это как бы иврит, то есть, как бы сейчас у вас должно в голове сразу схема прорабатываться. Когда у вас есть «ну» в начале, это превращает активное в пассивное, правильно? То есть, «леотер» – это апеллировать. А вот то, что говорится «нейтарот» – это что такое? То есть, отвечаются на апелляцию. По-русски это в одно слово не сказать. Но «нейтарот» означает пассивное по отношению к апелляции. Зазначает, что они и так как бы ответствуют, можно так сказать, да? «Нашикотсуне» – это вот… Да, но, правда, переводчики переводят как «лживый» или «изменчивый». «Изменчивый» – «изменчивый»… Да, пожалуйста, я не против, я не против, да. Я не против, окей? Потом возводят к слову «менять что-то», «изменять». Да. Молитвы меняют, но вот, может быть, они тоже «изменчивые». Если честно, я этого не понимаю. Вот просто сейчас посмотрел, поэтому до этого… А, можно открыть то, что я переводил. Что-то я не помню этого. Я, честно говоря, не этого понимаю, что это такое. То есть это похоже… Вот эти «Нашикотсуне», они похожи на «Мэрубот», «Вейнан», «Маса». «Маса» – это вообще переговоры. Что ты говоришь? Нет, подожди. «Время» с «Алифом» на конце – это типа тяжесть. То есть они тягостные. Они какие-то там… А, да, правильно. Да-да-да, молодец. Правильно, да-да-да-да-да. Они тягостные. Да-да-да, то есть эти вот «Нашикотсуне», он, чувак, меня встречает, да, и все время меня пытается обнять, поцеловать, что-то такое. А мне это просто на нервы действует и вообще обременяет. То есть обременительно. Совершенно правильно. Да, и они становятся множественные и обременительные. Все правильно, замечательно. Окей. Элеза, можешь еще чуть-чуть почитать? Где мы остановились? Вот «Аваль». «Аваль им ках, а хадавар, пэшер». В чем смысл? «Ашем». «Ашем», да? То есть непонятно. Если мы идем по этому, то непонятно тогда вот это вот, да? Тогда это совершенно непонятно. А как это пометь, то, что сказано про Ашема? Непонятно, да? Ну, хорошо, как перевести эту фразу полностью? Но, если так... Правильно, замечательно. Но если так... Если так сказано, если так говорится, что... А как тогда понять ответ... То есть по-простому, да, ответил ему всевышний. То есть ответил положительно. Всевышний ответил положительно на его апелляцию. Но если до этого, то мы объяснили, что вот слово «ваятер» нам Раша объяснил. Что это как на шикот сонэ. То есть они обременительные и множественные. Но это совершенно тогда невозможно понять, как дальше говорится «ваятер» и «лашем». Потому что здесь, ну, грубо говоря, здесь это отрицательный смысл, а здесь он положительный. Как связать одно с другим непонятно, да? И вот это будет задача этой статьи – увязать первое со вторым. Потому что сейчас с первого градуса оно непонятно. Окей? Мы читаем сейчас на ибрите, правильно? Аим? Хаим Рак Шимош Хозер Баото Мила. Да. Ну, может быть, тут запятой переведем этот кусочек, да? Аим Рак Шимош Хозер Баото Мила? А если всего лишь... Шимош Хозер Баото Мила. Что-то я не понимаю. Нет, я могу спрашивать. Шимош Хозер – это повторное пользование. Слушай, по-простому просто использовано второй раз одно слово. А это такое настроение? Один раз написали «ваятер». Ну, и как бы по ритме, по-общему. Просто. Ну, и второй раз написали «ваятер». Вот такого-то не бывает, правильно? Лело? Лело. Лело Машмаут. Машмаут Рибуй. Рибуй. Да. Шенит Яхада. Шенит Яхада. Ла. Ла Ам. Бефа Ам. Харишона. Мы там сказали, что уникальность, когда Ицхак, вот Атар, правильно? Там самый главный параметр – это был Рибуй. То есть, означает, что он не один раз молился, а он много раз молился. Да? Ну, а как это по отношению к Всевышнему? Что он много раз отвечал? Такого не может быть. Как бы ответ был один, по-видимому. Рибка-то как бы забеременела один раз, а не много раз. Ответ был, наверное, один. Окей? Ну, хорошо. А как перевод? Лело Машмаут Рибуй. Без. Машмаут Рибуй. Ну, без смысла, без смысла вот этого множественности. Он говорит, если это все просто технически. Там было Ваи Атер, ну и здесь Ваи Атер. Он сказал, тот сказал. Он сказал, тот сказал. Да? Ицхак Ваи Атер, Ваи Ашем Атарло. Да? Ну, а где тут Рибуй? Уцхака, можно сказать. Да, он молился много раз. А почему Всевышний тогда? Он что, ему много раз отвечал? Как-то не похоже. Да? Дальше нетъехада лабы паморишона. Нетъехада, опять, это вокруг одного и того же корня. Которое было как бы уникально привязано к нему в первый раз. То есть вот это вот объединилось. Ихуд со словом. Мы привязали слово Рибуй к слову Атар. Да? То есть Ицхак молился много раз. Это главный параметр вот этого слова Атар. Но это совершенно непонятно, как это можно точно так же объяснить. Ответ Всевышнего. Дальше. Продолжение следует. Как доказательство? Керая. Ле фирошо омер. Дашени. Да? Зотвыот. Ну, зотвыот это такая, к тому же. Зотвыот, да. И к тому же еще или еще дальше. Ну и более того, можно сказать. А что еще более того? Давка. Точно. Да, правильно. Точно, либо именно. Именно, именно, пасук. Именно пасук в сэфере Мишлей. Да. Сэмэви Раши, который приводит Раши. Приводит Раши. Да. Керая. В качестве доказательства. Керая. Ле фирошо. В качестве доказательства для его объяснения. Керая. Ле фирошо. Как доказательство для его объяснения. То есть, этого стиха. Омер Дашени. Значит, Омер Дашени. Он вообще говорит, что надо в это врубиться. Ну, Ле фирошо. То есть, он говорит, что дополнительная трудность, то непонятно. Вот этот пасук из Мишлей, который приводит, вот эти нейтародные шикот, которые приводят Раши, в глазах Ханан Парата, это вообще не очень понятно, зачем это приводит Раши. То есть, это не помогает. Это надо понять, что это такое. Окей. Хорошо. Идем дальше. Арслан. Да. Элезер, спасибо. Аслан, можешь читать дальше? Погодите, погодите, погодите. Идем пропустили. Да. А, да, слегка, слегка, слегка. Давай. Еще Лена. Ну, Лена, насколько я понимаю, традиционно не читает. Лена, я прав? Я не читаю. Да, Элезер молодец. Он борец за права человека. Он, да, это, да, да. Он из Америки, поэтому он борец за права человека. Не, я там смеюсь, Лена пока не читает, как только она закончится. Так мы же знаем просто, что и Лена не читает. Мы бы никогда, мы никого не обижаем, просто мы... Не, 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 все, все правильно. Просто, когда Лена захочет, она обязательно скажет, она нас слушает. Окей. Ну, хорошо, это было обводное. Хорошо, Аня, ты можешь читать Ава? Ава Нитбанэнда, Пасука Кула. Давайте посмотрим по весь, по весь, целиком. По весь его рост, да, окей. По весь, целиком. Ну, целиком. Истинные, как полезные истинные, правильные раны любящего и изменчивые, обманчивые поцелуи врага. То есть, вот здесь только не раны любящего, а раны от любящего. То есть, это Пицей Оэф, это пцаим, который не приходит в человек, который тебя любит, и он весь израненный. А он тебе наносит раны. Такая идея, правильно? Я так имела в виду. Да-да-да, я не против, я для себя говорю. Хорошо, если так понятнее, пускай так будет. Так, Ешкан Вело с Велосэфэк Акбала не гудит Бейншней Хелкей, Апасук. Замечательно. Без сомнения, есть, как бы, параллель или какой-то тут, получается, контраст между двумя. Обратная параллель, то есть, они противоречивают. Противоречие, получается, между двумя частями. Да, даже на противопоставление двух частей. То есть, понятно, что вот эта вот часть, они друг другу специально противоречат. Да, окей. Так, Пиццуээ Огэф Афальпи Жээм Махавим 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 Причиняют боль раны от любящего. Несмотря на то, что они причиняют боль, Арей Эм Наиманин. Ну, как бы, полезный вот так вот. Ну, полезный и верный, да. Уверный истинный вот так. Ваилу Нешекот Суне Афальпи Жээн Мэтукот Арей Нэ 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 Тарот Да. А поцелуи этого врага, несмотря на то, что они сладкие, приятные, они, значит, неправильные, плохие. Ну, да. И вот это вот еще одно понятие слова, вот это леотер, которое, что оно вываливается из нашего смысла. Вот они там, он там сейчас просто поговорит. Анигут Бэйнеэм Эйну Бэках Шэа Нэ Тарот Мэрувот И, значит, Негут Ну, как бы, противоречие между ними не в том, не только не в том, что эти вот, они как бы, на это род, они вот, как бы, скажем... Ну, зацеловывает, ну, зацеловывает просто. Не ответственно. Их много этих, этих... Да, 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 поцелуйчик. Вот, Кэперуш Раши, как поясняет, Кэперуш, да, как объясняет Раши. Вэйну, а не в том, что это вот они правильные, потому что они множественные, а эти хороши не потому, что они, их мало. Да, правильно. Элэ, бэках, шэ, пиццуэй, ауэф, и нам, не иманим. А потому что, ну, в том, что эти вот раны от любящего, они правильные, полезные, правильные. Ну, да. Дэгайну, дэгайну киним вэ иметьи... Амитиим. Амитиим. А именно, в том, что они, как бы, правильные и... И искренние. Киним это искренние, искренние, настоящие. Имитиим, но слово имет, правда, они искренние и искренние. На иманим от этого слова амэн, правильно? От этого слова слова. Амэн, тут же и амэн, тут же и эмэн. Да, 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 да. Эмуна, и все, что хотите, да. Эмуна, да. Илу, нишекот, нишекот, асуне, эн, не тарут. И даже, что, несмотря на то, что... Нет, вы илу, а с другой стороны, а с другой стороны. Поцелуи врага, они, как бы, как бы, обманчивы, неправильны. Правильно. Ну, они, а именно... Мезуяфот. Мезуяф. Мезуяфот. Мезуяфот. О, вот тут он вставляет слово, которое... Мезуяфот, это ложный. Они ложные и, как бы, обманчивые, противоположные истины. Меупаход в смысле, что они перевертывающиеся. перевертывают правду мы его поход лаимит в смысле что они обратные правды обратные правды обратные против правды в НБМ ЭЛЭ Амадат Тепаним Амадат Тепаним стандартное слово это лицемерие нет в них ничего кроме лицемерия это стандартное выражение Амадат Тепаним это как бы перевернутое лицо представление лица вместо лица у человека маски я делаю вид, что делать вид а наявите называется не делать вид а подставлять лицо поставить лицо окей так я читаю или кто-то читаешь, да, читаешь, конечно так Найтарот Перушо Эйфо Мэ Ахпахот Мэ Ахпахот, да Найтарот вот это слово, смысл его что это перемена ну, не вер, то есть перемена нет постоянства, нет верности да нет верности Агэшет Агэшет О, а вот теперь он связывает с апелляцией подожди, вот это слово Агашат 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 Атира подача вот этой апелляции Да Перуша Бикаше Лышан Мой не, не, подожди, просто Бакаша Бикша, 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 просьба не, 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 просто Бакаша да, хорошо, Атира Перуша, смысл и смысл вот этой вот Атира Агеша Татера, Перуша, ее смысл Бакаша Лышенуй Афох Гезерадива смысл вот этой вот подачи апелляции в том, чтобы изменить приговор суда просьба, это вот слово просьба, ладно, это просьба в изменении и изменении суда, то есть перевороты и перевороте Хифух или Хифух, наверное, да переменные приговоры суда в Этфила Аба Белешон в Иетер в Иетер значит, соответственно, молитва, вот это вот выражение, вот эта молитва нет, я скажу, и молитва, которая выражается словом в Иетер и Нет Фила Лышенуй Амициут О, о, как уже это понятно, да? Ее смысл это ну, смысл этого Иетера это молитва, которая меняет реальность Правильно Иетер меняет реальность Реальность Сейчас секундочку О, изменении какой реальности мы говорим Сейчас секундочку Была была она Акарас Она была Акарас Да, правильно Вот Бекитцер значит Фила Махпаха О, ты получаешь Фила это революция Революция, да Да Так, ну теперь пускай кто-нибудь другой Часто Ну хорошо, да Арслан, по-моему ты Правильно? Натан, я извиняюсь Я должен Дарапов Нет проблем Нет проблем Будет запись Хорошо? Окей Аслан, да Аслан, ты читаешь? Да, да Давай Камак долим Диврей Хахамим Да Ашер Хаамику И Мику И Мику Лихат Боне Лейт Бонен Лейт Бонен Бенитуй Ва Ятар Рай Да Векад Амру Амру Алав Окей Переведем Камак долим Диврей Хахамим Ашер И Мику Лейт Бонен Бебитуй Ва Ятар И Цхак Веках Амру Алав Камак долим Сколько Великих Слов Мудрецов Ну, Камак в смысле Насколько Насколько Великих Можно сказать Да, ну, великие Да Великие слова Мудрецов Которые Амику Ну, и Мику От слова Глубина Которые Как бы Ну, глубоко Посмотрели Углубились 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 Правильно Углубились Выражения Лейт Бонен Это всматриваться И тоже Мы говорили Есть несколько синонимов Можно просто Лерот Лерот А слово Это физическое Видение Я вижу человека Физически Да, то есть Я получаю сигнал Световой Он переходит Меня в мозг И я понимаю Что передо мной Человек А Лейт Бонен Это от слова Бина Бина Это интеллект Знаете Хаббат Да Поэтому здесь Лейт Бонен Это не просто Смотреть А это смотреть И как бы Врубаться Глубо говоря Вот это Лейт Бонен В какой битуй Ну битуй С которой мы на все начали Я апеллировал Ицхак Ну да Либо просто молился Ицхак Да И в И сказал Нет И так сказали Про него Вот что Они сказали Амар Раши Да Нет Рейш Это Раби Амар Раби Ицхак Амар Раби Ицхак Лама Мимшаль Мимшала Уподобленно Уподобленно Тфилатам Шельцадиким Леотер Леотар Да Леотар Рахат Ну это я честно Я не очень понимаю Что такое рахат Килошон А Сейчас Сейчас Я помню Я смотрел Речь идет Про сельскохозяйственный Не инструмент А инвентарь Это то Чем Вспахивают Вот смотрите Когда идет Например лошадь Правильно Поправьте меня К нему плуг Правильно Ну Да Вот плуг Это вот рахат Либо Калашон Либо килошон Что делает плуг Что делает плуг Переворачивает землю Переворачивает землю Переворачивает землю Замечательно Вот цадиким Своей молитвой Они переворачивают Действительность Такая идея Окей Переведем только это Да Амар Рабицкак Ле маним Шелатам Шелцадиким Ле Атар Почему Управляет Их молитва Да Молитва Уподобляется Почему Уподобляется Да Почему Уподобляется Молитва Правильно Вот этому плугу Скажем так По-моему Это плуг В спахиванию поля Ну наверное Да Хилшон тут У виллы переводится А Ой Ой Правильно Виллы Не плуг А виллы Правильно Виллы Виллы Еще лучше Что виллы Переворачивают Как это место Кумно это называется Переворачивают Чтобы высох Переворачивают Там сено Ну правильно Замечательно Вот как раз Оно это и есть Вот как раз Оно это и есть Окей Видите как виллы А мы не знаем Да правильно Правильно Виллы Виллы Мне надо открыть русский перевод Я подзабыл Ломар Лах Ма Атер З Мехпах Ма Атар З Я думаю, эти виллы Атар называются Неважно, хорошо, да Мехпах Хатвуа Бегорэх Бегорэн Бегорэн, горэн это гумно Кварус Бегорэн, мимаком Лэмаком Да И Мама Мимаком, лэмаком Но они пирачивают Места наезд Мимаком, лэмаком Машпах Твилатам Шайдзи диким Как вилы, которые переворачивают на гумне с места на место, Твоя, это урожай там? Ну да, урожай, но вот то, что сеяли. Что, что там лежит, там зелено хранится. Да, 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 да. И точно так же филотан Шельцедяки. Молитва праведников. Переворачивает меру. Ну, переворачивает меры, потому что, ну, как бы идея такая, что когда... Ну, приговор Всевышнего иметь. Приговоры, да, когда рифка была... Дальше, ну, дальше там почитайте, Арслан, почитайте, там будет понятно. Мидотавшир, Акадышбару. В данном случае, как бы, да, так как Всевышний себя проявляет, как он действует. По отношению к рифке была какая-то меда, о том, что выражалось в том, что она была бездетна. Посмотрите, вот, медат. А, вот еще замечательно правильно. Вы читайте дальше, будет там понятно. А, мимидат, рикзанут, лимидат. Лимидат, ракзанут. Рогис, это... Суровость, суровость, гнев, строгость. Ну, хорошо. Лимидат, рахамнут. Лимидат, рахманут, милосердие. То есть, по отношению к рифке был ракзанут, то есть, ну, как бы, суровость и так дальше, да. А вот Филайдс как перевернула на рахманут, на милосердие. Окей? Хорошо? Понятно это? По-моему, мы разобрали. Так, ну, хорошо. Тимофей, можешь дальше? Уберу охзу. Давай попробуем. Уберу охзу. Котев. А, рюзал это? Это... Нет, это Равкук. Нет, это Равкук. А, это Равкук, да. Равкук, зацаль. Да. Бе Мусар Акодыш. Да. Ну, дальше Амут. Амут, да. Гематрию вы знаете. ММТ, это 49, правильно? Там все еще просто. Да. В таком же духе пишет Равкук. Да. Многословен на память праведника. Правильно. В святом получении. Нет, это книжка называется Мусар Акодыш. Мусар Акодыш. Да. Ну, вы знаете, что Равкук, у него всегда очень такие поэтические, высокие, довольно трудно переводить, но хотя бы смысл мы постараемся понять. Окей. Когда молимся, распространяется сила желания. Ну, да. То есть, вот поле желания, как страстно просил, и когда он по-настоящему молился, тут у него эта магнитная сила, эта просьба, она распространялась. Окей. Дальше. Гвуль, правильно, да. Вся сила души вырастают за все границы. Да. Переходят все границы, видимо, да. Потом, да. Да. Идя в том, что они как бы превозносятся над всеми границами. Переходят все границы. Переходят, да. 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 Рацион оттуб. Да. Идпашто. Беютер. Рацион оттуб. Идпашто. Беютер. Да. Ну, это опять. Он как бы, Раф Кухнинг, он очень часто как бы, такие типы, те причастные построения фраз, которых он, ну, повторяет одно и то же, но немножко в разных выражениях. Я так очень примитивно говорю. Пожалуйста, меня не та самая. И эту запись тоже. Понятно, что каждое слово несет свой смысл. Но, тем не менее, зачастую это в переводе, если он считает, более-менее одно и то же, немножко другими словами. Ну, он все обыгрывает. Ну, да. И в рацион оттуб, и пашто беютер. И его, как бы, доброе желание, молящегося, оно распространяется еще больше, или там сильнее, и так дальше. Окей? Пуальгу эттубо. Пуальгу эттубо. Ну, не знаю, как-то выражает он свою благость. Тубо эттублагость. Это что-то типа. Окей. Атфила? Атфила и пыла. Мамаш. О, вот это, как бы, это реально, это сильно, да? Молитва, она... Реальное действие. Реальное действие. Поэтому и виллы на этом. И поэтому виллы, правильно? Потому что это реальное действие. Да. Кихоль паула, шитба, шела... Шиатева? А, шиатева шела. Мургаш? Мургаш, правильно. Да. Потому что всякая молитва, природа ее... Я думаю, кеколь. Подобно тому, как и любое действие, действие, которое... Природа, которая ощущается, правильно. То есть, понимаешь, по-русски молиться, поправьте меня, если я не прав, да? Ну, в общем, это от слова молоть. Ну, человек, ну... Мелит языком, скажем, да? Молить, это слово именно просить. Молить, просить, нет. Молить. Ну, да, но слово молиться, мне так кажется, это однокоренное со словом, не знаю, молоть. Ну, такое говорить. Молить, ну, во всяком случае... Может быть. Может быть, да, может быть. Но, а значит, на иврите совершенно однозначно, да, совершенно однозначно, что тфила, тфила, это от слова как бы действие, лифоль. Поэтому вот он говорит, что дески коль поулаш, а ты вот... То есть, вот тфила, это очень близко к лифоль. Лифоль, это вообще... Да, вот глагол, кстати, глаголить, вот это уже похоже на русский, потому что тфила и поль, поль это глагол, а тфила, близко к этому по-русскому, может быть, тоже глаголить, тоже близко вот к этому, не знаю, может быть. Окей? Глаголить и глагол. Ну, хорошо, дальше. И молитва праздников делает переворот. Ну, да, великую революцию, скажем так. В рамках всего мира. Ну, здесь архим, архим, это в смысле в ценностях всего мира. То есть, ценности мира переворачиваются. В данном случае, наверное, похоже, вот опять это вилы переворачивать, медот переворачивать. Поэтому здесь это, вот, я думаю, та же тема, да? Окей? А, вот он пишет прямо Кеатарзе. Да, Кеатарзе, А, Мэ, Пэх, Эт, А, Туа, Б, Горан. Да. Ну, в общем, как будто переворот. Ну, да, как эти вилы, которые переворачивают. Нагумния. Нагумния, да. Окей. Ну, хорошо, давайте еще, может быть, по кусочку каждый прочитает, чтобы нам добить до конца этого параграфа. Вот, Аслан, правильно, Ицхак? Нет. Анна. Опять я ошибся? Нет, это я теперь. Винни, пожалуйста. Что ж такое? Что ж такое? Ну, давай. Так, Ицхаковину, Ашекет. Ашекет, надеюсь, Ашакет. Ашакет в Апасиве. Лихора, как будто. Ицхак, про отец Ицхака, как будто тихий, как бы тихий и пассивный. Ну, да, Тихоня, на первый взгляд. Да. Лэмитошельдавар, но на самом деле, по сути дела. На самом деле, правильно. По сути дела. Мапхан, Гадуль, большой революционер. Мапхан, Мапхан. Мапхан революционер. Да, Тихоний Ицхак, про отец, он на самом деле, он великий революционер. Мапхан, 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 Мапхан. Малитва была тихой революцией. Да, правильно, его отцвела по существу, это тихая революция, да. Вэ намшэхет. Дожди, анимшэхет, но это не фаль обычно. Анимшэхет, да, и продолжается, и продолжается, и продолжается. Продолжается, и идет. Ну, это континьюс по-английски. Внимшэхет и выгод, это продолжающаяся. Ну, как бы продолжалось. Отмада. А вы понимаете, к чему он сейчас ведет? Как бы преданности. Ай, секунду, к чему он сейчас ведет? Потому что много-много лет он молился. Ну да, вот помните, у нас было слово рибуй, множественность. Множественность. Это вот это вот нимшэхет вэулехет. То есть это не одноразовая молитва, а это продолжающаяся. В продолжении, и в продолжении, в мессируют преданности в постоянстве. Правильно. С римшана, 20 лет, ад шеи, но саад прибеден. До тех пор, пока она, жена его, не как бы понесла. Плод чреву, ну так по-русски, наверное. Так, это уже очень циркунславянское получилось. Опа, хорошо, что я могу. Вот он 20 лет переворачивал в вилле вот этого татар. 20 лет он все время постоянно просил. В конце концов добил. Окей? Подожди, ласох, ласох. Ласох, а ласох, это как раз, а басах тиха, что тиха, молить, исхак выводил или выше, выше. Выходящий, выходящий. Выходящий, ласох. А лэд па лель басадэ, для того, чтобы помолиться в поле, давак коль ямав ба адамат эрис и сраэль. У нас хоро-парад, это сионистский подход, правильно? Он давак коль ямав, да. Прилепился во все дни свои. Он был прилеплен, да. К почве земли Израиля. Ну, даже не почве, а в смысле к земле, но к земле. К земле, к земле, но, чтобы не повторяться. Земля, земля. Ну да, хорошо, земли израиля. У мемена, у мемена, ламад, ламад от сот, а гвурат савланут. И от него, отсюда, от этого мы, мы это учим, это тайну. Нет, нет, у мемена ламад, он был прилеплен к земле и крали, и от нее учил тайну чего. От нее, а, он учил ламад, это тайну, сила как бы, сила терпения, что ли. Правильно. Сила терпения. А зорэ, вэанутэ, мацапэ. Ну, хорошо, да. Ну, хорошо, зорэ, ну, там, что он сажал и сеял, и ожидал. Да, то, что перед Бирхатом Азоном читаются, правильно? Ну да, и вот этого, что несут, и несут, и несут, и сеют. Несет мешок зерен. Ну, сын, эш, хазара. Вот. Лэ, ва шелет. Не, не ва шелет. Лэ, а в шалах, для вызревания. В шалах, для созревания. Его лав, ва ино. Его лав, его урожаев. Его урожай, ва ино, умер, ну, аж. И никогда не отчаивает. И не говорит, а еще и говорит, отчаивается. Если ты не против, давай вот эти вот две, два предложения прочитает Арслан, чтобы нам закончить. Да, ради бога, ради бога. Да, окей. Арслан, ты можешь вот это прочитать? Да, да. Алох, елех, абако. Увахо. Алох, елех, увахо. Ну, осэмэ. Месэх, 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 хазара. Да. Но бо явоу берина, но сэ алуматав. Да, это все. А вот... Да, это, естественно, несущий... Нет, давай, это... Алох, елех, увахо. И в силе, да? Нет, почему? Идущий, идущий, и плачь, идущий, идущий, и плачь. А, и плачь, да. Ну, потому что тяжело сеять. И погода не та, и земля тяжелая, и хрен знает, чем вырастет. Да? И чего он тащит? И несет семена, что-то семена. Ну, мешок зерен. Вообще, это очень здорово. Смеют на нем, говорят. Но сэмэш, хазара, смотрите. Несет мешок зерен. Ну, сэмэш, хазара. Окей. Так что? И придя придет в радости... Да, здесь-то было бахо, а здесь была бырина. Да. То есть, сеющий в слезах, да, он будет пожинать с радостью. Радостью. Правильно, бырина. Неся снопы. Неся снопы. О, класс. Замечательно. Мухашева. Разобрали до этого места? Понравилось, нет? Ну, конечно, понравилось. Я тоже до конца дочитала. Что ты говоришь? Я всегда до конца дочитываю. Интересно. А, ну, хорошо, да. Ну, ты нам спойлер не делай, да. Но, Витя, очень интересно. Ну, зачем? И вообще, и с вилами, и это, и как это привязывается, атира, апелляция, и все, все это как бы в одной штуке. По-моему, очень, 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 очень такая глубокий комментарий, очень интересный, который связывает все. Опять же, основываясь на грамматике через комментарии, мудрецов и так дальше. Окей? Хорошо, закончим на этом? Спасибо. Спасибо. Да, по-моему, замечательно. Значит, в следующий раз, следующий раз, следую выбранной нами схеме, по-моему, она правильно и интересна. Мы будем читать Рава Штензальца к этому куску, будем смотреть, как он вписывает объяснительные комментарии, строя мостиками между словами Торы. Я, ну вот, блин, это буквально могу сразу после нашего занятия поставить, я отсканировал эти страницы Штензальца, для того, чтобы вы могли подготовиться к следующему занятию. Хорошо? Все, кончается? Да. Спасибо. Да, все. Все.